Привет, дорогие друзья! Сегодня на обзоре деревенский дневник очень многодетной мамы и мать-героини, то есть Лёлька Быкова. Поговорим об видео Лёль, которое называется... И даже это бывший муж мне запрещал. Ну, в общем, по ролику непонятно, что муж ей запрещал, потому что в ролике идёт разговор о занавесках. И, конечно, мы все привыкли, что Лёле нужен хайп, и она на бывшего своего мужа может валить сколько угодно. Ролик начинается с позитива. Лёля весёлая, Света у неё, как всегда, в помощницах. И у них сегодня какое-то мероприятие, которое она считает тайным, и должны удивиться все подписчики Лёльки, ну и, наверное, ещё пол-Ютюба. Оказывается, Лёля в этом ролике будет вешать занавески. И, конечно, Лёля, таких мероприятий у нас нет. Для нас занавески – это вполне нормальное явление, которое появляется в доме регулярно, и мы уже как бы отвыкли жить без занавесок, несмотря на то, что, например, многие живут в деревнях, и занавески, в общем-то, нужны и не нужны. Но люди привыкли, во-первых, украшать своё жилище, а занавески – это, как любой текстиль, это всё-таки декор. И особенно если у людей денег немного, то этот текстиль как бы украшает, ну, в общем-то, нашу жизнь. Ну и, с другой стороны, это вполне нормальное явление в домах занавески. Ну, для Лёли это какое-то сверхъестественное событие. Она прыгает, радуется. Ну, можно подумать, что она на окна вешает золото, а не обыкновенные занавески, которые есть в каждом доме. Хочу сказать в оправдание Лёли. Конечно, мы все, наверное, забыли, что ей всего 36 лет, что она молодая женщина. Ну и, наверное, она имеет право радоваться жизни, веселиться. Но всё это впечатление портится тем, что кем до этого на Ютьюбе перед нами появлялась Лёля. Она знала всё на свете, начиная от животных, начиная от их болезней, ухода родов, переработки продукции, до рождения детей в домашних условиях, от лечения детей от болезней. То же самое, дома, не применяя никаких лекарств, когда мы, бедные и несчастные, с этими детьми, с маленькими, можно сказать, из больниц не вылезали. Она всё на это знала. И сейчас, вот когда она начинает радоваться этим занавескам, ну, как-то складывается такое впечатление неправдоподобности её поведения. Потому что, ну, сами по себе занавески – это вполне нормальное рядовое явление. И ещё бы, если этими занавесками не занималась бы Света, а, допустим, этими занавесками эти занавески вешала Лёля, со своей семьёй, там, может быть, даже с детьми, со старшими, или с мужем Женей Б. А тут, как Света сказала, что «Оля, я тебе, как только приехала к тебе работать, сразу тебе говорила про то, что надо вешать занавески». Сколько Света работает у Лёли? Наверное, уже года два, и до сих пор этих занавесок на окнах не было. Ну, а тут просто не потому, что она очень там хотела эти занавески повесить и хотела обустроить дом, а просто-напросто ей нужен был контент. Ну, и решила навести красоту этими занавесками. Ещё что бросилось в глаза, это то, что этими занавесками занималась Света. А Лёля, как всегда, бегала около неё, снимала Света небольшого роста, ей не дотянуться до этих занавесок. А Лёля, которая на голову выше Светы, не могла поменяться местами, снимать могла и Света. А Лёля бы вешала занавески. Ну, так, по-моему, у неё то ли действительно корона на голове, то ли ума нету даже повесить занавески. Ну, вот теперь у меня возникает другой вопрос. А что она когда жила в Москве? У них тоже никогда в доме не было занавесок. Всё-таки Москва – это не Туровка. И там люди стараются свои квартиры как бы обезопасить от чужих глаз, потому что дома расположены близко, и можно всяких на эти виды найти желающих. И люди стараются закрыть занавески, закрыть окна занавесками, ну, или чем-то другим, чтобы как бы не было лишних глаз. И Лёля ведь родилась не в глухой деревне, где до сих пор не было занавесок, или вот были раньше эти, как их называли, задёршки. Небольшая шторка наверху, и тут на верёвочке задёршки. Если Е и Женя бы запрещал вешать занавески, то, конечно, в это очень тяжело поверить, но женщина, если даже она в первое время приехала в этот дом, то в первую очередь она наводит уют. Ну и любые занавески, пусть они не какие-то дорогие, а дешёвенькие, даже можно там хлопчатобумажные повесить, но в доме прибавляется уют. У Лёли этого ничего не было, и сейчас, я думаю, что не потому, что у ней какой-то зов сердца появился, обустраивать дом, наводить красоту. То ли она насмотрелась многодеточку, то ли она с помощью Светы решила сделать красивый ролик. Так вот, и вот ещё в конце ролика я ещё раз повторяю, если бы Лёля занималась бы этим одна, или, допустим, с детьми уж, если на всякий случай нету Евгения Быкова, то это всё смотрелось бы намного уместнее и намного приличнее, чем очередной её ролик со Светой, где она участвует только лишь как оператор. Ну и всё, что я вам сегодня хотела рассказать. До свидания, всего вам доброго. С вами была Ольга и канал Домик Озеро Молдина. Пока-пока.